На полках магазинов Казахстана все больше просроченных продуктов. Пищевое отравление в Казахстане ежегодно получают от 200 до 500 человек. Такие данные приводит Комитет защиты прав потребителей. Тимур Казагулов отправился на контрольную закупку и узнал, повлияли ли выросшие штрафы на нерадивых предпринимателей. О том, что обычный поход за мясом на один из столичных рынков, для него закончится больничная койка, Бахыт Абдикеев никак не думал. Мужчина купил конину, дома перекрутил ее в фарш и вкусно поужинал. Но через несколько часов понял, дело плохо. Пациенты с пищевыми отравлениями поступают круглый год и почти ежедневно во всех регионах страны. Пик летом и осенью. У нас 13 пациентов в отделении, из них 7 с подозрением на кишечную инфекцию. В основном все идут заболевшие из домашних очагов в семье. Часто поступают пациенты с сальмонеллезом, с подозрением сальмонеллезом, после употребления яиц, то есть термически плохо обработанных. Отравиться можно и продуктами из больших супермаркетов. Негласную проверку в одном из таких мы устроили с представителем общества защиты прав потребителей. Вот этого вот наледи, вот этого не должно быть в продуктах. Значит, она несколько раз размораживалась и замораживалась обратно. Поэтому вот такая наледь, это считается нарушением. От зоркового ока эксперта не ускользнет ничего. Дата фасовки, срок годности, состояние самой упаковки, наличие информации об изготовителе. Изготовлено 13-го. Должен быть документ, акт заключения санитарно-ветеринарного надзора, что он именно 13-го зарезан, а не упакован. Особое внимание мясным, молочным продуктам и полуфабрикатам. Нередко на упаковке можно обнаружить два разных ярлыка. Это яркий признак того, что дату изготовления перебивали. Вот эту кучу. Потому что миц-сертификаты нужны именно на вот эти продукты. Уже у стойки ресепшн женщина требует от администрации магазина документы на подозрительные продукты. Представители супермаркета не отказывают. Часть показывают прямо на месте, а другие обещают скинуть на электронную почту. Тоже может сделать любой казахстанец. До 11 апреля текущего года штраф был не такой значительный, было 20 мрп. С 11 апреля они увеличились, и самое минимальное 230 мрп. Эта мера, то, что штрафы увеличили, она дисциплинировала предпринимателей для выпуска готовой продукции. А раньше, до ужесточения штрафов, большинству МСБ было удобно платить чуть ли не каждый месяц. За 9 месяцев этого года с бизнесменов за некачественные продукты или отсутствие санкнижки у повара взыскали 81 миллион штрафов. Нарушения выявили по заявлениям. Проверять самостоятельно пищевиков сейчас нельзя. Мораторий. Тимур Казагулов, Аян Сырсенбаев, Ержан Рахманбердеев. Итоги дня.